Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. И сегодня в выпуске вы узнаете. Готовность объектов. В Одинцовском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Выездная инспекция. Ход капитального ремонта детского сада номер 55 на улице Маршала Бирюзова проверил глава округа Андрей Иванов. Актуальные вопросы. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков провел рабочую встречу в поселке Старый Городок. Выставки и мастер-классы в честь 625-й годовщины основания Савина-Старожевского монастыря в Звенигороде прошли праздничные мероприятия. 28 августа 1851 года открыли железнодорожное движение между Москвой и Санкт-Петербургом. Николаевская дорога в Российской империи положила начало созданию в государстве железнодорожной сети. Протяженность ее 645 километров. Плата за проезд тогда была в первом классе 19 рублей, во втором 13, а в третьем 7. Позже к Николаевской железной дороге присоединились и другие линии. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в следующей рубрике. 28 августа 1920 года во время Гражданской войны начали проводить первую советскую перепись населения. Но охватили только 72% людей России, так как в ряде районов еще велись военные действия. Впервые все население страны всесоюзная перепись охватила в декабре 1926 года. Тогда численность составила 147 миллионов человек. Перепись 1937 года спровоцировала репрессии сталинского руководства против статистиков. Посчитали, что те преуменьшили численность населения СССР. Два года спустя процедуру провели заново. Она удовлетворила вождя. Последняя перепись населения в России прошла осенью 2021 года. Впервые в истории она была в цифровом формате. Основным путем сбора информации был портал Госуслуг. 28 августа 1974 года Совет Министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, покидающих свое место жительства. В начале 19 века появились загранпаспорта. Тогда же российский паспорт приобрел вид книжечки с указанием происхождения, сословной принадлежности и вероисповедания владельца. В 1918 году советское правительство ликвидировало паспортную систему. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ. От справки волосного исполкома до профсоюзного билета. 30 сентября 1997 года в Георгиевском зале Кремля президент России Борис Ельцин вручил первые 30 новых российских паспортов с двуглавым орлом на обложке. С этого дня их стали выдавать повсеместно на всей территории страны. На следующий день их получили уже тысяча россиян. 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Успение совершается после поста, который в народе называется спожинками, так как праздник знаменовал собой завершение уборки урожая. Слово спожинки превратилось в госпожинки, так в народе иногда называют богоматерь. Также сегодня отмечают День запрокидывания головы и День столера. 28 августа 1749 года родился немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте. В 1769 году он издал первую книгу своих стихов. Вскоре автор стал одним из идеологов литературного движения «Буря и натиск», а в 1808 году вышла первая часть трагедии «Фауст». Над ее продолжением Иоганн работал до конца своей жизни. Гёте был не только великим писателем и поэтом, а также естествоиспытателем. Он выполнил ряд работ по сравнительной морфологии растений и животных, по физике, медицине, геологии и минералогии. Также в этот день родился советский писатель-фантаст Аркадий Стругацкий и американский режиссер Дэвид Финчер. В Одинцовском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Степень готовности коммунальных объектов и многоквартирных домов обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова. На территории Одинцовского округа уже завершаются подготовительные работы к отопительному сезону. Мы прекрасно понимаем, что необходимо делать на наших теплосетях, на наших котельных, какие регламентные работы проводить, как готовить подвалы, многоквартирные дома и так далее. Прошу все сделать в указанные сроки. Особое внимание уделить котельным, которые находятся в доме отдыха Ершова. Планово-предупредительные работы проводят на системах теплоснабжения, а также очищают, промывают оборудование и различные системы. У нас проводятся мероприятия на жилищном фонде. Это 2136 многоквартирных домов котельной 210 единиц, тепловые сети 519 километров из УЗУ 74 единицы, сети водоснабжения 645 километров, сети водоотведения 745 километров и создание резервного жидкого топлива в количестве 2180 тонн. Спецслужбы проводят диагностические ремонтные работы к отопительному сезону в соответствии с графиком. На сегодня силами Одинцовской теплосети были проделаны работы по 148 гидравлических испытаний на тепловых сетях протяженностью 252 тысячи погонных метров. Также проводится подготовка по объектам водоснабжения и водоотведения. Все подготовительные работы завершат к 15 сентября. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Региональные дорожные службы завершают работы по ликвидации борщевика Сосновского, который рос вдоль дорог. Устранение опасного сорняка началось в середине мая. Для борьбы с ним традиционно применяют два основных метода – окос – скашивание механическим иручным способом и химическая обработка – опрыскивание очага при израстании гербицидами. Полностью завершить работы планируется в сентябре. На сегодняшний день из двух тысяч запланированных гектаров обработали более 1800. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С 25 августа в Подмосковье начинает действовать дополнительная мера социальной поддержки для неработающих пенсионеров с низкими доходами. Доплаты получат граждане от 65 лет. В случае, если они проживают в Подмосковье не менее 10 лет, не работают, а размер их пенсии ниже 18 тысяч рублей. Деньги зачислят на счет автоматически, ни в какие инстанции обращаться не нужно. На телефон придет СМС с оповещением. В Подмосковье стартовал второй модуль бесплатного марафона для начинающих предпринимателей региона. Участников ждет три вебинара и один очный тренинг. Регистрация открыта до 28 августа. Спикеры расскажут начинающим предпринимателям о контент-маркетинге, каналах продвижения, контекстной рекламе и о том, как исследовать свою аудиторию. Также эксперты поделятся лайфхаками по повышению эффективности рекламной кампании. Узнать подробнее и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта. Легендарная серия международных велозаездов продолжает сезон в Подмосковной Рузе 27 августа. Ее особенность в том, что она проходит на живописных загородных трассах, свободных от автотранспорта. Разные форматы проведения заездов позволяют найти для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. Организаторы подготовили три дистанции на выбор – 30, 50 и 96 километров. Всех участников по окончании заездов ждет уникальная памятная медаль. Ход капитального ремонта детского сада номер 55 на улице Маршала Бирюзова проверил глава округа Андрей Иванов. Работы здесь выполнены на 70%. Осенью садик откроет свои двери для малышей. Их ждут полностью обновленные группы и современные детские площадки. О ходе ремонтных работ в сюжете Полины Баховой. Капитального ремонта в детском саду «Василек» номер 55 не было с момента постройки, а именно с 1972 года. Здание достаточно прочное, но время не щадит, и оно давно требовало масштабного обновления. Здесь делались ремонтные работы частично. Поэтому он уже устарел, был уже большой износ детского сада. Сейчас учреждение входит в структуру гимназии номер 7. Днем, пока ребята распределены в два других садика, здесь все лето кипит работа. Обустройство помещения и территории заранее тщательно продумали. Мы вместе с проектировщиками, они с нами непосредственно всегда связывались, мы вместе планировали, где будет освещение, как мебель будет расставлена в группах. Возведены стены, установлены перегородки, проведены кровельные работы. Из-за промерзания крышу полностью заменили и утеплили. Немало времени ушло и на замену вентиляционной системы. Вся система вентиляции будет абсолютно новой, потому что новый проект, новое оборудование, это также относительно пищеблока. Из-за этого также увеличение мощностей будет, потому что не хватало первоначальных мощностей. В ближайшее время рабочие примутся за благоустройство территории. Заменят забор, установят 11 веранд, новые игровые площадки и резиновое покрытие. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел объект. Он уточнил сроки окончания работ и детали ремонта. Сколько сейчас рабочих у вас на площадке? В общем, у нас на объекте работа – это 50-54 человека. На сегодняшний день у нас где-то сегодня работа где-то 40-42. Техники тоже достаточно? Достаточно. Пока сложности в работе нет, уточнил подрядчик. Все выполняется в срок, но при необходимости мощности увеличат, чтобы в обновленный родной садик ребята пошли как можно быстрее. Полина Бахова, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Москва станет первым регионом России, где ведется эвакуация неправильно припаркованных электрических самокатов и велосипедов. Доставлять транспорт поручено московскому паркингу. Забрать его со специальной стоянки сможет только хозяин. При себе у него должны быть документы или чеки на самокат. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Образовательный туристический проект «Город открытий» ведет набор волонтеров-координаторов. В их обязанности войдет сопровождение групп школьников, которые будут приезжать в Москву со всей России для посещения экскурсий. Принять участие в программе смогут москвичи от 18 до 35 лет. Большое значение имеет опыт работы с детьми. На конкурсной основе эксперты отберут около 100 волонтеров. Они приступят к своим обязанностям уже в октябре. До 1 сентября в центре Моспром 10 московских промышленных компаний примут участие в переговорах с филиппинскими дистрибьюторами в рамках бизнес-миссии. Всего в программе проведут более 100 онлайн-переговоров с потенциальными партнерами этой страны. К участию также приглашают столичные компании хлебобулочных изделий и товаров для здорового питания. У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке. У станции метро Нагатинский Затон благоустроят пешеходную набережную. На Коломенской улице появятся парковочные карманы, две остановки общественного транспорта и разворотное кольцо для него. Также благоустроят набережную вдоль Москвы реки общей площадью почти 2,5 гектара. Новый прогулочный маршрут станет продолжением существующей набережной. Там проложат велосипедные и пешеходные дорожки, а также оборудуют смотровые площадки с лавочками и шезлонгами. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков провел рабочую встречу в поселке Старый Городок. Парламентарий пообщался с коллективами образовательных учреждений и обсудил актуальные вопросы. Подробности у Екатерины Крамор. Развитие культурной сферы и актуальные вопросы от жителей. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с трудовым коллективом Никольского культурно-досугового центра «Полёт». Также парламентарий посетил Старогородковскую школу. Конечно, тут всегда особая энергетика у вас. Впереди у нас учебный год. Сначала хочу вам пожелать хорошего учебного года, чтобы все это прошло успешно. Другое учреждение образования в поселке Старый Городок, которое посетил Дмитрий Голубков – детский сад номер 49. Здесь созданы все условия для развития и воспитания детей. Также в дошкольном учреждении уделяют особое внимание вопросу подбора педагогов и воспитателей. Самое главное – камни. Хорошего вам дня. Спасибо. Развитие образовательной инфраструктуры в округе продолжает развиваться. С каждым годом появляется все больше новых школ и детских садов. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Далее в программе. Выставки и мастер-классы в честь 625-й годовщины основания Савина-Старожевского монастыря в Звенигороде прошли праздничные мероприятия. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. Звон колоколов, трапеза под открытым небом, мастер-классы и другие мероприятия. В честь 625-й годовщины основания Савина-Старожевского монастыря в Звенигороде прошли праздничные мероприятия. Все подробности с места событий у нашего корреспондента. В Звенигороде состоялся фестиваль, приуроченный к 625-летию со дня основания Савина-Старожевского монастыря. Гости мероприятия могли себя попробовать в звонарном деле, посетить мастер-классы, художественные выставки, послушать хоровое пение и многое другое. Это встреча звенигородцев с этим праздником, напоминание о том, что сам город Звенигород в значительной степени своей славой, своим процветанием, своей замечательной 870-летней историей в значительной степени обязан, собственно говоря, нахождению в его пределах монастыря, обители. На главной площадке фестиваля в культурном центре Любови Орловой открыли художественную выставку. Посетители насладились искусством и погрузились в увлекательный мир изобразительного мастерства. Выставка подготовлена звенигородскими художниками. Всего участвуют 16 художников. Из них есть народные, заслуженные художники, все профессиональные художники. Мы стараемся делать выставки о Звенигороде для того, чтобы показать туристические возможности и красоты нашего прекрасного города. Картины Андрея Лехина и Виктора Шилова украшают коллекцию выставки. Еще один заслуженный мастер кисти рассказал о значимости таких мероприятий. Выставка – это такое кульминационное событие, потому что художник никогда не пишет в стол. Надо показывать, надо общаться со зрителем, надо как-то пытаться выразить свое отношение и к действительности, и к истории, и к какому-то вообще к той атмосфере, которая в этих священных местах почиит и живет и сейчас. Фестиваль Савина-Старожевского монастыря второй год объединяет людей, неравнодушных к старинным местам города, церковным песнопением и литературному слову. 625 лет монастыря – это такое великое событие, потому что чтобы эти места значили без памяти о Савве-Старожевском, об Андрее Рублеве, об Юрии Дмитриевиче Звенигородском, об Алексея Михайловича. Татьяна Верняковская, телекомпания Одинцова. Стало известно, как изменятся задания ОГЭ для девятиклассников в следующем году. Все они направлены на усиление таких навыков, как анализ информации, решение практических задач, развернутого объяснения и аргументации. Изменения не затронут точные науки, а вот в экзамен по русскому языку включат четыре новых задания. Также изменен максимальный первичный балл за работу по литературе с 42 до 37. В Госдуме предложили отменить оценки по ряду школьных предметов, а именно творческим и общеразвивающим. По мнению законодателей, оценки по таким предметам, как музыка, физкультура, технология и изобразительное искусство, не влияют на дальнейшие успехи в карьере, но при этом оказывают эмоциональное влияние. Владивосток оказался во власти стихии. На дальневосточную столицу обрушился сильнейший ливень. Он привел к подтоплению низменных районов и повышению уровня воды в реках. Упало несколько деревьев, затоплены машины. В некоторых местах зафиксированы сходы грунта. По прогнозам, осадки в регионе будут продолжаться. Автомобилистов просят не выезжать на дороге, а жители по возможности оставаться дома. Министерство образования Примурья дало рекомендации отложить начало учебного года, чтобы восстановиться после потопа. В Подмосковье обнаружили редкий фиолетовый гриб, но бояться его не стоит. Он не ядовитый и даже съедобный. Однако эксперты просят не срезать паутинник фиолетовый в лесу. Он внесен в Красную книгу Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал про округ. Что еще обсуждают в социальных сетях округа, расскажем в следующей рубрике. Фестиваль таксы Чехова объединит любителей этой охотничьей породы. Таксы, милые и забавные на вид, обладают большой физической силой и выносливостью, сообразительностью и оптимизмом. В программе праздника – конкурс модного дефилет для собак-участников, спортивные активности и мастер-классы. Всех участников встретят в музее-заповеднике Чехова-Мелехова 3 сентября. Посетителям с питомцами необходима предварительная регистрация. Театральный центр Жаворонки в этом году отмечает юбилей. 31 августа 2013 года в селе Жаворонки открыли современный многофункциональный театральный центр. Он стал родным домом для молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». На праздники вас ждет насыщенная программа и фильм о работе театра. Всех ждут в центре 31 августа в 4 часа дня. Об этом сообщает телеграм-канал про отдых. Бесплатный курс подготовки к родам предлагают в школах мам Одинцовской областной больницы. Занятия проводят неонатологи, врачи-акушеры-гинекологи, перинатальный психолог и специалист по грудному вскармливанию. В округе функционирует три школы мам. В женской консультации в городе Одинцова, в Одинцовском роддоме, а также в женской консультации в Звенигороде. Для посещения курсов необходима предварительная запись. Об этом сообщает телеграм-канал Одинцова оперативно. Шведские ученые выяснили, что напитки, содержащие кофеин, помогают снизить уровень жира в организме. В ходе исследования использовали генетические данные 10 тысяч человек. Ускорение метаболизма связано с уникальными свойствами напитка. Он увеличивает выделение тепла в организме и превращает жиры в энергию. Это способствует лучшему обмену веществ. О других событиях в мире расскажем прямо сейчас. Китайские ученые провели исследование 90 озер Азии на предмет загрязнения. Самыми грязными оказались водоемы, расположенные в городах. По наблюдению специалистов, лед хорошо поглощает загрязнители из воды и воздуха. Так же происходит сылом в водоемах, где скапливаются частицы микропластика. Венгерские ученые доказали, что собаки ярче реагируют на женскую речь. Оказалось, что у дрессированных питомцев и младенцев есть сходство между их мозгом. Во время МРТ собаки слушали речь 12 женщин и мужчин, обращенную к питомцам, младенцам и взрослым. Исследование показало, что слуховые области мозга животных больше реагировали на речь, обращенную к собакам и младенцам. В зоомагазине Великобритании вылупилась двухголовая змея. Свиноносая носатая змея относится к семейству ужеобразных. Их длина колеблется от 60 до 80 сантиметров. Рисунок на спинке состоит из буроватых пятен. Двуглавые змеи являются невероятно редкими созданиями. Обычно такая аномалия происходит по двум причинам – генетическая мутация или ошибка в делении однояйцевых близнецов. И о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 19-21 градус тепла, ночью 10-12. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого хорошего. Ну а мы увидимся с вами завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова